Валерия Васильевна, здравствуйте. Об эпид-ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители республики Саха и Кутя. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике по новой коронавирусной инфекции остается в режиме повышенной готовности, определенной указом главы марта месяца 2020 года. За первую декаду января 2021 года на территорию республики зарегистрировано 1289 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом на город Якутск у нас приходится 40% случаев, это 506 случаев, в районах республики 60% случаев, 783. Впервые такая тенденция у нас появилась тогда, когда большее количество случаев зарегистрировано в районах нашей республики. Соответственно, в течение этой первой декады работали и оперативные штабы, и, соответственно, наши учреждения здравоохранения, и, соответственно, учреждения РПНа по выявлению и предотвращению случаев. На 11 января 2021 года выявлено в республике Сахаякутя, по данным РПН, 124 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске 48 случаев, в Мирненском 12, в Мерингринском 10, в Алданском 9, в Мегенгангаласском 8, в Амгинском 7 случаев. И от 1 до 4 случаев сохраняется выявление в 13 районах республики. Очень хорошо, что часть северных наших районов и районов республики остается чистой от выявления коронавирусной инфекции именно в первой декаде. И соответствующие меры дальше дают, соответственно, свой результат в данном направлении. За сутки нами проведено 2000 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Соответственно, объемы исследований будут увеличиваться, в том числе за счет увеличения кругоконтактных лиц. Необходимо обратить внимание, что для первой декады непосредственно января 2021 года характерно прежде всего то, что, конечно же, обращений в больницы по признакам ОРВИ было значительно меньше. Понятно, что по-человечески хотелось при разных признаках ОРВИ оставаться дома и, соответственно, отметить Новый год и встретить Новый год в семье. Тем не менее, еще раз хотим обратить ваше внимание, что при первых признаках ОРВИ, вирусных заболеваний, необходимо обращаться в медицинские организации для того, чтобы непосредственно разрешить ситуацию по статусу и определиться по лечению в целом в республике. Всего с начала пандемии нам обработано 880 328 тысяч тестов на территории республики. Лаборатории работают как в праздничные дни, так и сейчас. Лаборатории продолжают работать и, соответственно, под контролем находится как наличие лекарств, свободных коек и, соответственно, лаборатории, которые работают по выявлению новой коронавирусной инфекции. В первой декаде января 2021 года также были мероприятия проведены по вакцинации. В конце декабря приказом Министерства республики Саха и Якутия определён план вакцинации, расширен круг лиц, которые могут проходить вакцинацию. Прежде всего, помимо работников медицинских организаций, которых мы объявляли ранее, работников социальных учреждений, круг лиц расширен до работников социальных служб, транспортных организаций, работающих с людьми федеральных органов правоохранительного порядка. Кроме того, учительского нашего состава, а также государственными муниципальными служащими, тот, кто непосредственно работает с людьми. Сейчас мы находимся на этапе составления списков во всех организациях на вакцинацию. Ещё раз обращаю внимание на то, что вакцинирование является способом профилактического характера заболевания, поэтому, соответственно, его проведение должно проходить по доброму желанию, по желанию людей. И, соответственно, медицинские организации готовы для того, чтобы по графику эту вакцинацию у нас в республике проводить. Для вакцинирования необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства, либо же в централизованном порядке решать через поликлиническое звено. В первой декаде 2021 года вакцина поступила в такие, в наши сельские районы, в Амгинском, в Чурокчинском районах уже прошла вакцинация. Следующая партия вакцины поступит и в наши промышленные районы, там, где большой объём. Поэтому на настоящий момент соответствующие действия властей республики оперативных штабов направлены на своевременную чёткую вакцинацию, как одну из основных и главных мер профилактики новой коронавирусной инфекции. И на настоящий момент продолжают действовать все ограничения, установленные указом главы республики Саха и Куте, масочный режим, социальная дистанция и, соответственно, удалённая работа для тех групп населения, которые были определены указом.